Шалом и враха, дорогая община Хафетсхайм. У нас 47-й урок еврита. И повторяем то, что мы прошли на прошлом уроке. Это обороты еш, вернее слова еш, эйн. Соответствуют оборотам в английском языке. There is, еш, то есть есть на русском, да, дословном. Эйн нету. There is not, или there are not на английском. Нет. Нет, еш, есть, эйн, нет. Знаем, повторяем. Давайте мы с вами скажем, что в доме есть мороженое. Начинается с есть в доме, есть мороженое в доме. Скажем так. Еш, глида, бабайт. Еш, глида, бабайт. Повторите, пожалуйста. А теперь скажите, есть мороженое в офисе. Еш, глида, бабайт. Дальше вы можете ставить те слова, которые вы знаете. Замените глида на яблоко. Тапуах. Замените на апельсин. Тапузин. Замените это на овощи, ярокод. В общем, скажите, что у вас есть в доме. Скажите, что наш любимый чемодан, мезвода. Скажите, что... Простите, есть чемодан в доме. Еш, мезвода, бабайт. Это очень устойчивая, очень распространенная форма выражения того, что где есть. Например, что-то есть в машине, сказали. Есть что-то, барехов, да. Рехов, автомобиль, мы учили сами. Давайте скажем, есть люди в автобусе. Вот люди в автобусе есть, да, как мы обычно говорим. Еш, анашим, ба, отобус. Анашим это люди. People. Люди. Анашим. Кстати, убираем, если а, алиф в данном случае, остается нашим. А вот нашим это женщины. Это не значит, что женщины не люди. Нет, даже близко об этом не можем подумать. Но вот такая интересная конструкция в иврите. Анашим – люди, нашим – женщины. Баотобус. Есть люди в автобусе. То есть, анашим, они включают нашим, да, люди и включают в себя женщин. Просто появляется еще один алиф. Пардон. Давайте теперь скажем, что чего-то нет. Давайте скажем, нет, нет у меня дома телевизора. Ну, нету, не нужен он мне. Эйн, телевизия, бабайт. Шели, можно сказать, да, в моем доме. Эйн, телевизия, бабайт. Скажите, нету детей в автобусе? Эйн, еладим, баотобус. Эйн, еладим, баотобус. Беседр? Давайте сделаем виртуальный диалог. Все понятно, правда? На всякий случай переведем. Ешан, ашим, бабайт. Ахшав? Сейчас есть люди в доме? Кен, еш ахшав, ахбэ, ашим. Сейчас есть много людей в доме? Бабайт. Ма, од, еш, бабайт. Что есть еще дома? Есть много хороших книг, да? То есть, простых книг в данном случае. Еш, ахбэ, сварим, бабайт. Много книг есть в доме. Я всем вам желаю, кстати, чтобы было побольше книг и не было телевизоров. Потому что телевизоры... Да, кстати, интернет, кстати, если его не контролировать, просто забирает твою жизнь. Теперь давайте спросим более такие, слова бытовые. Кто-то нам налил кофе, и ты спрашиваешь его, что есть в кофе? То есть, что в кофе ты положил? Ма еш ба кафе. Что в кофе? Ма еш ба кафе. Просто, правда? Ма еш ба кафе. И человек вам отвечает, ба кафе еш сукар в халав. Есть там сахар и молоко. То есть, как вы понимаете, после мяса такой кофеек уже не попьешь. Нам запрещено смешивать мясное и молочное. В частности, молоко после мяса надо ждать 6 часов, прежде чем попить. Гам ба глида еш сукар в халав. А вы спрашиваете, а также есть сахар и молоко в мороженом? Странный вопрос. Скажете вы, ну, ребенок может спросить, а? Гам ба глида еш сукар в халав? Гам ба глида еш сукар, слиха, сукар в халав, сукар еш сахар, халав, молоко. Кен, скажете, гам ба глида еш. Скажете, дома еш хлеб? Алло, Мойше, еш лехам ба байт? Мойше, алло, еш дома хлеб? Ло, эйн лехам в байт, авfar, еш лехам ба супермеркет. Туда. Нету дома хлеба, есть хлеб в супермеркете. Спасибо, а то я незнал. Беседр? Тепер медленна. Еш лехам ба байт? Еш хлеб дома? Ло, ен лехам бабайт, нет, нет дома хлеба, אבל еш лехам ба супермеркет. Беседр? Спросите, есть мороженое в кафе или в кафетерии? Как вам лучше? Ну, говорите, давайте. Есть мороженое в кафе? Как мы скажем? Ешь, гляда, ба, кафетерия. Скажите, есть мороженое в кафе? То же самое. Ешь, гляда, ба, кафетерия. Теперь, когда вы будете идти с офиса в офис, ездить куда-то, зайдете в какое-то кафе попить чашечку кофе, давайте введите виртуальный диалог, даже если вы в Италии или во Франции или где угодно, введите виртуальный диалог с виртуальным официантом, официанткой на юврите. Эфшар кафе, бе, вакаша. Можно, пожалуйста, кофе. Ма еш от бетафрит. Что есть еще в меню? Ма еш от бетафрит. Ведите, введите диалоги, тогда запомнится наш эврит. Ну, давайте спросим. Есть телевизор в самолете? Знаете, когда далеко летишь, там есть мониторчик, можно посмотреть, как ты летишь. Я обычно этим занимаюсь. Ну, можно смотреть какие-то фильмы, мультики, не знаю. Детей лучше не подсаживать на это все дело, потому что потом никак не отсадишь. Лучше пусть книжечку почитают. Либо смотрят карту, как самолетик летит. Ну, это так, заметки на полях. Значит, еш телевизия ба-матос, ба-матос, еш телевизия ба-матос, есть телевизор. Ну, в данном случае мы скажем, наверное, не телевизор, а нечто другое, но здесь нас как бы не очень интересует слово телевизор, а интересует, есть ли что-то где-то. Еш пелефон ба-байт, шелха, или шелах? Еш пелефон ба-байт, шелах? Мы помним, да, шелха, твой, твое. Мужской рот, шелах, женский рот. Есть у тебя мобильный телефон? Дома. Ло? Эйн пелефон ба-байт. Не, нету у меня мобильного телефона дома. Пелефон с буквой п, да, это мобильный телефон. Ну, кстати, переходя к нашим классическим двум словам, скажем следующее, что есть на иврите слово мовиль. Оно переводится как ведущий, лидирующий, также другое значение его перевозчик или трубопровод. Обратите внимание, от мовиль через латинское пришло мобиль. Мобайл, та знаменитая мобильная, мобила, да, мобильный телефон. Мобайл, то есть движимое имущество. И во французское пришло мобиль, мебель, то есть предмет мебели, движимое, движимое имущество. То есть слово мебель фактически произошло от ивритского мовиль, через латинский и французский. Второе слово. Известно вам в русском такое выражение шахер-махер. Как будто когда человек что-то там делает, какую-то комбину или еще что-нибудь. Шахер-махер делает какие-то комбинации. Наидыш и махер это делец. Но нас мало сейчас это интересует. От слова махен, наверное, это произошло. От немецкого махен. Однако в иврите махер это продавец. То есть махер это мухер. Мухер, продавец. Да, беседах? Мухер, продавец. Ну, сегодня у нас более такие слова цивилизованная. Мебель и продавец. Вчера был у нас неряшливый. Кто у нас был неряшливый? Ну, неважно. Уже кто-то был у нас неряшливый. Рашлан, да? Зануда, да? Нудник у нас был неряшливый. Но сейчас у нас более цивилизованные слова. Так или иначе, в очередной раз прошу вас, вот эти выражения, где что есть, это простые слова. Их очень легко говорить. Сидите вы за столом или едете вы в машине. Очень легко говорить. Но они очень важны в речи разговорной. Потому что постоянно мы говорим, что что-то где-то есть, чего-то где-то нет. Беседах? Поэтому даже не знаете, ивритского сквозного, скажите, ешь, башулхан, тарелка, да? Есть на столе тарелка. Ну, посмотрите тарелка в гугле потом. Я думаю, есть 15 секунд у вас за столом. В гугл-переводчике посмотрите. И увидите, что станет у вас хорошее выражение. Ешь целахат башулхан. Или целахот. И таким образом вы будете наслаждаться тем, что все больше и больше сможете сказать на иврите. А это наша с вами основная цель. Тов. Хорошего вам дня. И любите ивриты.